Он не может раскрываться, и поэтому он не может понять, что ему делать в жизни, чем заниматься. Но по факту, когда человек понимает, чем ему заниматься, вся деятельность человека также зависит от состояния разума. Есть четыре структуры разума, которые определяют направление деятельности у человека. Я вам сейчас говорю просто направление, не специальности. Попытайтесь это понять. Я сейчас не говорю о мужчине и женщине, я говорю просто о структуре разума. Мы сравниваем три центра разума со светофором. Когда вот этот верхний светофор очень сильно включен у человека, а вот этот на втором месте находится, тоже работает, а тот спит, третий. То в этом случае человек склонен к тому, чтобы изучать, давать знания и заниматься такой деятельностью, как преподавание, научная деятельность, юриспунденция, медицина, связанная с тем, чтобы обучать людей. Он становится тренером или он становится, допустим, человеком-священником, который изучает духовное знание. Понимаете, то есть есть категория людей, которые склонны давать знания и учиться. Они всю жизнь по факту учатся и дают знания. Они работают над собой всю жизнь, вот эти люди. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, я какой категории отношусь? Ну и что толку я вам сейчас скажу? От этого ничего не меняется. Почему? Потому что ты пока сам себе это не откроешь, ты не сможешь так функционировать. Спасибо вам, добрый человек. Видите, заботится. Я думал, только варежку мне положили. Кажется, воду можно тоже попить. Перерыв на обед. Итак, вам интересно? Итак, смотрите. Вот этот вот тип людей, он очень широкий. Это широкая категория людей. Допустим, насколько это глубокая тема. Допустим, человек рисует картину. Он может рисовать ее для того, чтобы давать людям знания. Первый тип людей. Второй тип. Он может рисовать, то есть этот тип, как первый тип ученых. Ученый, человек склонен к науке. Или вот такой тип людей. Назовем их учеными. Второй тип людей. Человек склонен управлять обществом, процессами, которые происходят в этом мире. В этом случае он картину будет рисовать для того, чтобы как-то на политическую обстановку страны быть. У нее патриотические картины будут. Третий тип людей. Люди, которые склонны к тому, чтобы создавать средства и обмениваться ими. То есть, назовем их бизнесмены. Он такой человек будет рисовать картину для продажи. Четвертый тип людей. Это люди творческие, которые хотят любовь создавать в этом мире. Они хотят красоту создавать. Этот тип людей будет рисовать картину для красоты. Чувствуете разницу? Нет? Один врач будет давать знания. Второй врач будет за заведующим отделением медицинским. Третий врач будет торговать этими БАДами. И четвертый врач будет просто любить свое дело и лечить людей. Чувствуете? Нет разницу. Это все совершенно разные люди разных типов. И это в каждой специальности такие есть градации. То есть, если вы меня спросите, чем конкретно мне заниматься. Там химией, физикой или гайки крутить. Это определяет с наклонностями человека. Понимаете? Не путайте наклонности и тип разума. Тип личности. Потому что человек может иметь, допустим, наклонность. Что-то мастерить руками, допустим. Но он может действовать четырьмя этими типами в этом случае. Понятно, да? Так, второй тип, то есть, первый тип, вот этот центр разума самый активный. Как две отличительные качества этих людей. Они склонны учиться. Они склонны к знанию. Они всегда спрашивают, как жить правильно. Им нужен наставник. Они очень склонны разработать над собой. И по факту они всегда с позиции науки смотрят на все. С позиции научных фактов на все смотрят. Такие люди. Нужны факты, наука. Нужно разобраться, прежде чем что-то делать. Правда или истина для них дороже всего, для таких людей. И самое главное качество развитых таких людей – это смирение. Смирение. То есть, настоящий ученый – это тот, кто хочет правду, а не степени ученые. И тот, кто не считает себя слишком умным. Он не гордится собой. Понимаете? Значит, это настоящий ученый. Признаки развитого человека, который получает счастье от своей деятельности. Мы знаем, что Эйнштейн в конце жизни сказал, что я считаю, что я практически ничего не знаю об этой вселенной. Ну, то есть, настоящий ученый, он скромен, он не выпендривается перед всеми. Понимаете? Дальше, вторая категория людей. Очень активен вот этот центральный, средняя часть разума, очень активно. Вот это. Это на втором месте стоит. Я уже с другого аспекта смотрю, не женское, а мужское, с другого аспекта. Вот здесь активность высокая. Мужчин и женщин – это одинаково. Вот эти типы людей четыре. Средняя часть разума, она связана с любовью к обществу, к людям. И человек, по факту, он очень сильно беспокоится о том, чтобы общество развивалось. Он беспокоится о общественной жизни, да? И беспокойство его связано со знанием. Он пытается это применить в аспекте знания. То есть, он хочет знать, как управлять обществом. Как сделать так, чтобы общество нормально функционировало. Таких людей называют управляющими. То есть, эти люди с аспекта власти и социальной деятельности смотрят на этот мир. То есть, они пытаются понять, как правильно все должно функционировать, как правильно все организовать. И таких людей надо называть организаторы или руководители. Понимаете, они бывают разных вариантов, эти руководители. От полководца, допустим, до политического деятеля. От директора завода до солдата, просто милиционера. Понимаете? То есть, эти люди управляют обществом на разных звеньях. Их качества основные. Такой человек должен стремиться, вот как развивать. Смотрите, есть развитый ученый, есть неразвитый. Есть тот, который нашел себя в жизни, есть тот, который потерял себя в жизни. Развитый ученый, я вам сказал, как выглядит он скромный. И он стремится к истине. Два качества основных. Неразвитый ученый, гордится собой, очень сильно стремится к ученым степеням. И постоянно подставляет факты научные, для того, чтобы его уважали. Понимаете? Для него истинно не дороже всего. Для него дороже всего его престиж. Ненастоящий, несчастливый ученый. Будет всегда мучиться в жизни. Не чувствовать, что он занимается своим делом. Счастливый правитель, какие качества имеет? Первое качество. Он склонен защищать людей, заботиться о них. Первое качество. Желание защищать, проявлять мужество в защите нации, людей. И рисковать для этого своей жизнью. Первое качество. И второе качество. Это способность быть влиятельным человеком. Это означает держать свое слово. Означает выглядеть нормально. То есть быть социально в высокое положение занимать. Выглядеть нормально, держать свое слово. Знать, как разговаривать с людьми, чтобы уважали. И так далее. Теперь неразвитый человек, вот в этом второй категории. Как он себя ведет? Первое качество. Эксплуатация людей. Желание подавить их волю. И властвовать над ними. Не защищать их, а мучить. И второе качество неразвитого такого человека. Это бескультурия. То есть он может совершить такой поступок, что всем смешно будет. Он не может вести себя как лидер общества. Такой человек, по факту. Понимаете? Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что или человек счастлив в своей деятельности, не счастлив. Мы сейчас не обсуждаем, кто есть кто. Мы говорим о том, будет счастье в жизни или нет. Вот допустим, у Суворова было счастье в жизни. Почему? Потому что он любил солдат, заботился о них постоянно. И он был всегда, вел себя достойно в любой ситуации в жизни. Понимаете? Я две вещи сказал, основные. И они определяют личность. Видите? Личность определяется не квалификацией того, насколько он выучился там в каком-то учебном заведении. Мы сейчас говорим о развитости разума или характера человека. Допустим, человек выучился на международные отношения. Сейчас все учатся на международные отношения. Выучился на международные отношения. Но дипломату, есть качество дипломата определенное. Дипломат должен уметь разговаривать ясно. Он должен уметь терпеть любую обиду. Он должен уметь иметь мягкую, деликатную речь, которая не ранит другого человека. Он должен очень глубоко разбираться в личностях, в людях. И знать тайный смысл слов и эмоций. Вот такие качества дипломата. Насколько важно это? Хороший дипломат спасает страну от войны. Просто одни с беседой. А плохой дипломат наоборот. Едет и рушит отношения с целым государством. Просто потому, что он тупой как баран. Этот дипломат. Не потому, что отношения были плохими. Потому, что он их сделал плохими. Понимаете, о чем я говорю? То есть, качество выше образования. Он, допустим, знает, что ему нужно функционально делать. У него есть какие-то научные понимания, вопросы дипломатии. Но у него нет характера, чтобы это сделать. Это значит, что он никогда это не сделает. Никогда не сделает, по факту. Это большая проблема. Таким образом, смотрите, характер человека стоит на первом месте. Но в нашей системе образования, что на первом месте стоит? Просто это механическая квалификация человека. Насколько он владеет специальностью. Это неправильный подход жизни. В древней культуре людей сначала учили характеру. До 15 лет людей учили иметь правильный характер. А потом уже давали им знания о специальности. И это работало очень серьезно. Если человек не может быть бесстрашным, зачем его учить стрелять из пистолета? Смысл какой? Он увидит танк, и куда он будет стрелять дальше? В штаны. Потому что у него нет характера, чтобы стрелять в танк. Он будет стрелять в штаны. Или чувствовать, ощущать, как кровь по ногам хлищет. Желкая правда. Ну ладно, это уже другой вопрос. То есть, видите, характер главный, а квалификация, в которой мы учим людей, на втором месте стоит. Следующий тип людей – это бизнесмены. Люди, которые на самом деле имеют природную склонность. У них вот этот вот центр разума активен. У них есть желание заботиться о других, но понимание заботы у них другое, другое. Вот этот центр разума связан с сознанием, этот с любовью, а третий центр разума связан с самосохранением. И вот эти люди, у них вот этот центр разума активен, а нижний на втором месте стоит. И поэтому они считают, что счастье людей зависит от того, насколько их жизнь сохранена. То есть, зависит от количества средств или достатка в жизни человека. Понимаете? Поэтому, кто такие бизнесмены? Бизнесмены – это люди, которые заботятся о достатке. Как они это делают? Они это делают с помощью общения. То есть, смотрите, качество бизнесмена. Бизнесмен должен быть заботливым в плане развития достатка людей. Он должен знать, куда вложить силы, чтобы появился достаток. Это первое его качество. И второе его качество – это способность держать свое слово в отношениях. Своё слово держать. Вот у купцов, вот этих древних купцов, там, допустим, 100 лет назад, 200 лет назад, было такое выражение «стереть в порошок». «Стереть в порошок» означает, что они записывали на стене мелом, с кем они будут сотрудничать. Если человек обманывал их, он стирал этого человека со стены, значит, что его друзья тоже стирали. С этим человеком никто не заключал сделки. Его стерли в порошок. Значит, что он уже будет нищим через некоторое время. Просто потому, что он не выполнил свое слово. Понимаете, слово «бизнесмен» является его имиджем, маркой. И счастье ему приносит в жизни. Когда он так себя ведет, он заботится о людях. То есть, что бизнесмен должен делать? Конечно же, зарабатывать деньги. Вопрос для чего? Неразумный бизнесмен думает, что он должен зарабатывать для того, чтобы построить себе виллу где-нибудь на Майами и летать туда пописать и покакать в свободное время. На самом деле, нормальный, разумный бизнесмен знает, что счастье приносит, когда ты эти деньги используешь для развития общества. Когда ты кормишь нищих, когда ты создаешь образовательные проекты какие-то, обучаешь детей, когда ты даешь возможность людям жить лучше с помощью этих денег. Называются меценаты такие люди. Испытывали огромное счастье, потому что их люди любили. И спрашивается, что значит испытывали счастье, Илья Геннадьевич, что вы понимаете под этим словом? Сейчас я объясню. Вот смотрите. Веды объясняют, что человек живет внутри себя, не снаружи, а внутри. Вся современная культура, она объясняет все наоборот. Она говорит, вот смотри, как надо жить. У тебя должно быть холодильник с дистанционным управлением, летающая стиральная машина. У тебя должен быть пылесос, который как бы пылесосит все, что может сам. Не надо даже париться. И пусть...